Всем привет! Сегодня будет видео не на велотему, но связанное с Польшей. Расскажу я про, что такое PESEL и что такое мельдунок. Как это, зачем это, как получить и так далее. Поехали! Мельдунок. Мельдунок это ваша прописка. Когда вы приезжаете в Польшу, у вас есть обязанность в течение 30 дней замельдоваться. То есть, сходить в ужин и сказать, что вот я здесь и здесь живу, окей, замельдуйте меня. PESEL. PESEL это ваш идентификационный номер. Он состоит из 11 цифр, которые, кроме прочего, включают дату рождения, пол и номер серии самого PESEL. Зачем все это надо? Мельдунок нужен для получения PESEL. Соответственно, сначала получаем мельдунок, потом получаем PESEL. Зачем нужен PESEL? Так как это ваш идентификационный номер, то он нужен при вообще практически любом взаимодействии с государством. То есть, это какие-то дела в ужинде, это покупка автомобиля, покупка страховки. И у меня его спрашивали. Это большинство банков требует, когда вы открываете там счет. И самое важное, наверное, для многих, это при устройстве на работу. То есть, ваш номер PESEL будет вписан в ваш трудовой договор, передан потом в ЗУС. И при обращении в медицинские учреждения, там будет видно, что вот вы такой-то, такой-то. За вас работодатель уплатил ЗУС, и вы можете воспользоваться медицинской помощью. Теперь, как это получить? И то, и другое получается в одном месте в ужинде вашей гмины. Я рассказываю за Вроцлав, а информация актуальна на начало ноября 2020 года. Как работают ужинды, проверяйте на сайте вашего ужинда, потому что в связи со всей этой пандемической движухой график работы может изменяться. Ужинды могут закрываться, поэтому непонятно, как оно будет. Соответственно, когда идем в ужинд, берем договор аренды, берем паспорт и берем формуляр на получение PESEL и мельдунка. Теперь по самому формуляру. Формуляр достаточно простой. Здесь имя, фамилия, номер PESEL. Пока что у вас его нет, поэтому не заполняем. Страна рождения, страна предыдущего места жительства, дата рождения и город рождения. Я вписал и город, и страну предыдущего места жительства, свои, которые были по факту, но работник в ужинде сказал о том, что в паспорте этих данных нет, поэтому вычеркивай. Окей, вычеркнули. Рядом с вами подпись, то, что исправлено уверить. Далее номер телефона, адрес вашего места жительства. Это улица, номер дома, индекс, воеводство. Кроме того, в шестом пункте есть информация о том, что владелец жилья действительно подтверждает, что вы живете по указанному адресу. Соответственно, когда я подписывал договор найма жилья, я попросил, чтобы человек еще и подписал вот этот пунктик. Он туда подписался, все хорошо. Я иду в ужин, и там оказывается, что у меня сглашение по быту Сталега, а нужно сглашение по быту Часовега, потому что все логично. Так как я здесь пребываю по визе, который срок действия ограничен, соответственно, у меня и по вот этот срок действия визы будет сделан мельдунок. Я немного расстроился, потому что вроде как отставил очередь, потратил уже время, и сейчас придется все по новой. Но она сказала то, что там есть место, где можно взять новый формуляр и заполняй его, подходи обратно. Супер. Переписал все данные, уже в сглашении по быту Часовега, все заполнил. И вот в этом уже основном формуляре у меня не было заполнено вот этой строки от человека, у которого я снимаю жилье. И думал, что может с этим еще будут вопросы. Но нет, она все посмотрела, все проверила. Дальше сидим, ждем, пока внесут ваши данные. И потом уже вас позовут для получения вот такой бумаги, которая называется «Поведомение о надании номеру пестель». Здесь ваше имя, фамилия, дата рождения, пол, номер серии паспорта, гражданство и, соответственно, тот самый номер пестель. Все, мы его получили. Отлично. Теперь можем устраиваться на работу и вообще делать все остальные вещи, для которых он вам здесь был нужен. Процедура бесплатная, то есть ничего платить не надо никому. Есть только такой момент, если вам нужно само защищение о том, что вы замельдовались, то этот документ стоит 17 злотых. В моем случае для часового побыту, а для столого побыту он уже тоже бесплатный. Если еще хотите что-то уточнить именно с более официальных источников, то в описании будет прикреплена ссылка там на такой сайте gov.pl. Там все будет расписано, рассказано, если в чем-то сомневаетесь или что-то хотите уточнить. Как-то так. В общем, ничего сложного. Идем, получаем и дальше живем спокойно, радуемся жизни. Ну и еще раз смотрим документы, которые заполняем, которые несем, как заполняем, чтобы не было таких вот косяков небольших. Хотя это, как оказалось, не страшно. Но и действуйте по ситуации, потому что работник оказалась доброжелательной, все подсказала, все рассказала, как делать, где записать, где исправить и так далее. Поэтому ничего не бойтесь, все нормально, все будет хорошо. Всем пока.